всем привет с вами юля сегодня 10 марта я поздравляю вас с прошедшим 8 марта желаю вам всего самого самого наилучшего решила сделать включение показать как протекает моя рукодельная неделя она началась с ангела мира я планировала вышивать эту работу стала вышивать крылья немного здесь продвинулась но поняла что я устала и хочу сменить процесс поэтому не буду сейчас вам показывать тащить станок что я там вышила там совсем немножко когда я вернусь к этому процессу и конечно же покажу вам на каком этапе находится и снова буду продолжать вышивать буквально вот здесь чуть-чуть я вышила вот я пока откладываю этот процесс мои руки потянулись к иконе это набор паутинка называется спас нерукотворные размер 20 на 25 сантиметров в прошлом году я не начала совсем немножко было вышито буквально основание и процесс был отложен и вот набор лежал лежал и вот знаете руки сами потянулись и я поняла что сейчас хочется вышивать вышивать и даже вести к финишу именно эту работу спас нерукотворной паутинка бисер здесь чехи но картинка бликует понятно нам бы вот так и что у меня есть уже на что я уже успела вы решить и так как его мы показывала работа находилась буквально на самом начальном этапе чуть-чуть я повышивала вот и буквально за эти дни я вышла посмотрите как много хотя конечно же здесь очень простой рисунок и нет не используется много бисера по моему здесь у нас сколько 10 или 11 цветов на все 10 цветов поэтому в принципе бисер и значки запоминаешь очень все легко вышивается быстро хороший бисер конечно же это все в плюс к скорости вот посмотрите как красиво все получается видите матовые с блестящим в перемешку процесс у меня идет очень очень хорошо и организация как и была так и остался бисер в ромашках вот так вот я подписываю просто номерочки видите и когда работаю высыпаю себе бисер в такую подставку для кружек до языке и и просто отсюда уже выбираю потому что его бисера мало цвета отличимы поэтому мне больше ничего не нужно я увижу и вот в принципе так и вышиваю все очень просто и и гармонично ну красиво получается я очень довольна хочется надеяться что к концу рукодельной недели смогу показать вам финиш ну буду стараться вроде бы немного с другой стороны всегда что-то меняется жизни не знаю что что у нас завтра ждет какие могут быть заботы и покажу вам мою весеннюю так нужно сменить наверно ракурс так моя весенняя корзинка здесь у меня разместилась моя звезда также яйцо из бисера в прошлом году я выполняла уже самое время доставать весенние такие украшения здесь банка с медом пока поставила вот как есть еще не оформленная потому что у меня покупки и я буду их скоро вышивать так все бликует 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 вот так надо подальше лампы будет хорошо тогда видно значит я купила три маленьких набора от милл хилл соскучилась по милл хилл ком заразная такая штука и мне захотелось именно весенних чтобы оформить их либо как пины на шпажке и в общем как-то буду оформлять ее украшать может мою вот эту корзинку может быть что-то еще я придумаю в общем не захотелось просто весенних таких маленьких дизайнов поэтому у меня прилетела бабочка вот у бабочки такие два кристаллика там есть помимо бисера и ниточек также вот такая лейка очень она мне нравится я давно на нее смотрела все как-то облизывалась и вот купила лейку что он здесь шармика цветочек не знаю видно видно вот там такой цветочек нитки яркий бисер и вот заяц саяц у меня прямо самый любимый сразу хочется начать вышивать этого зайца здесь много бисера и вышивка и что-то тут еще пришивается сердечко есть такая красота вот это мои такие вот здесь покупки такие мои новости буду продолжать вышивать увидимся с вами через несколько дней когда у меня появятся какие-то новости изменения и покажу вам что у меня получилось итак сегодня воскресенье и подведем итоги этой рукодельной недели посмотрим что у меня получилось выполнить на этой неделе а у меня случился финиш пусть маленький но тем не менее финиш есть и финиши всегда радует я показывала вам в прошлом включении что я получила долгожданную посылку три небольших наборчика от фирмы милл хилл очень мне хотелось порадовать себя к весне вот такими маленькими миниатюрками и конечно же я не могла откладывать долгий ящик я сразу же практически приступила к вышивке пока вот зайчика ну и остальные два набора я тоже буду скоро вышивать как-то буду их наверное по одному в неделю выполнять и покажу вам что у меня получилось зайка на самом деле очень очень великолепный так будем надеяться что моя камера сейчас настроиться то и я смогу вам хорошо показать вот смотрите какой симпатичный зайчик значит здесь по крестикам то что вышивалась нитками очень очень мало всего лишь вот желтый цвет здесь немножко голубой и белый вот он там в серединке все остальное вышивалась бисером обычным плюс пить бисерах который маленький ювелирный петит бисер петит вот посмотрите сколько бисера сколько цветов сочетание какие интересные как интересная отделка вообще да вот как все построено мелкий бисер обычный бисер мне очень понравилось понравилось это изделие вот у зайчика в середине вышивается белым крестик а вот здесь дав в пропусках через одну крестик бисер крестик бисер вот здесь у нас ювелирный бисер розовый красивое сердечко идет в украшении также отдельно выполняется хвостик на кусочки бумаги вышивается только бисером и потом все это пришивается ну и у нас есть усы и вообще потрясающе вот с обратной стороны пока у меня вот так иголочка кстати здесь перфорированная бумага была цветная написано в инструкции что не переживайте вышивайте на цветной бумаге но так как здесь много белого и были бы просветы я решила вышивать именно на белой стороне мне кажется так симпатичнее вот здесь девушки я не прорезала потому что боюсь подрезать мне так нравится все все симпатично очень красивая красивый зайчик получился я в полном восторге вот с обратной стороны у меня пока вот так вот просто иголочка я еще не не доводила до полного завершения это изделие потому что мне нужно вышить еще два наборчика и потом я уже все вместе оформлю скорее всего на шпажке ну и пока этот зайчик у меня находится на моей любимой без корню вот так вот он скачет по полю мне очень нравится вот так просто все очень просто пока стоит вот так на рабочем столе просто чтобы меня радовать чудесный заяц прямо у меня так порадовал но хочу вам сказать не простое изделие достаточно такая сложная схема по бисеру все как бы ну достаточно объемное изделие хотя маленькая хочу показать вам бисер остатки бисера очень много бисер очень красивые конечно же все это сохраню потому что возможно эти сюжеты я буду вышивать еще раз ну может быть на ткани на каких-то изделиях посмотрим ну вот бисер осталось много и хочу заметить что здесь есть несколько черных бисеринок это вот то что использовалось в глазки о у зайки всего лишь одна бисеринка была нужна вот она видите вот и тем не менее в запасе у нас есть еще бисер в общем я по бисер очень довольна кстати по ниткам не так здесь тоже осталось очень много здесь значит история такая для вышивки крестом использовалось всего три цвета белый голубой и желтый все остальные цвета они были нужны чтобы вышивать ими бисер чтобы вышивать ниточкой в тон бисера но я этого не делала потому что как видите там идет такая череда бисера я вышивала обычной ниткой титан вот и все-все-все нормально все хорошо меня все устраивает вот поэтому здесь не так осталось много можно будет вышить и в бисе и в бисере и просто в нитках но сюжет очень интересный поэтому я конечно же сохраню все эти остатки еще раз покажу вам моего зайку вот такой красавчик весенний и кстати такой момент я очень активно пользовалась картинка подсказка потому что некоторые цвета бисера но тяжело было разобрать да они такие названия интересные и вот посмотрите какой здесь у нас вышит цветочек как он построен да и какой у меня получился вот этот хвостик они абсолютно не абсолютно но они разные здесь них здесь все добавлены белые белый вот бусинки а здесь их нет но я вышивала по схеме видно что-то потом изменили как-то добавили знаете мне даже больше нравится потому что хвостик получился больше объемный и у меня такой зайчик получился такой хороший упитанный мне нравится мой зая как он получился прям вот супер вот такой у меня значит здесь есть финиш будет оформляться моя весенняя корзинка вот остались у меня еще два вот таких наборчика тоже буду их вышивать в скором времени дальше что я еще вышивала на этой неделе на этой неделе я так же вышивала икону от фирмы паутинка я вам уже показывала нам надо больше места начнем с не поместится показывала я надеялась что я смогу завершить но увы увы завершить не получилось но знаете тоже хорошо работа у меня подросла я напомню что начало было вот где-то здесь у меня было вышито по этот уровень и вот за эту неделю я вышила с двух сторон бордюр плюс нимб я вышила полностью красивый бисер легко все вышивается я в общем-то довольна результатом процесс мне нравится все прекрасно но остался вот такой еще блок достаточно тоже объемный думала идти до победы и потратить еще неделю на вышивку вот этого блока но наверное я отложу следующей неделе вот понедельника или с сегодняшнего дня я уже возьму другой процесс крестиковый повышеваю его недельку и через недельку вернусь опять к этому процессу думаю что концу марта смогу завершить но пока так а там уже как настроение да мы все пытаемся планировать но в нашей жизни постоянно что-то происходит и не по плану вот ну по крайней мере вот сейчас такие мои мысли вот то что у меня продвигалась давайте покажу вам процесс который я буду вышивать и на следующей неделе ангельская мелодия очень такой знаете любимый долгожданный набор я вот загорелась мне повезло его купить он у меня есть и мне хочется его вышивать к тому же эти ангелы вышиваются очень легко получается эффектно ну что тут говорить дименшинс есть дименшинс я вот на этих ангелах раньше не обращала внимания а сейчас когда обратила прям вот загорелась загорелась этими ангелами у меня один вышит и вот из дименшинс и вот еще один в процессе вот здесь очень простая схема вышивается легко поэтому для меня это знаете отдыхательная работа на самом-то деле видите здесь не неполная зашивка вот орнамент как вышивается все очень просто потом нужно будет обшить бэкстичем очень очень простой дизайн вот поэтому я решила что мне сейчас хочется вот смены и после сложного ангела мира после бисера хочется простых крестиков вот и здесь у меня хорошая подготовка рама натяжка все есть поэтому зачем откладывать сторону такую такую красоту такую замечательную работу вот нитки у меня вот так на родных планшетках просто в крышке от коробки не здесь так нравится я их раскладываю вот так когда вышивала так вот у не видно все значки вытаскиваю ниточку и вперед все очень все очень очень просто у меня их главное практично вот ну и то что у меня здесь уже есть что вышито я вам уже показывала что у меня здесь вышился первый блок основания не до вышивала я бэкстич потому что вот эта красная нитка которая вышивается бэкстич она рвется и я не люблю когда у меня перетираются рвутся нитки начинаю нервничать поэтому этот кусок остался ну сейчас успокоившись я сяду и сделаю здесь бэкстич дальше я скорее всего начну с правой стороны пойду вышивать здесь вот этот блок тут будет полукрест там что-то в одну ниточку легкий полукрест потом может перейду на зеленые цвета отдохнуть повышевать вот эту ленту может быть там чуть-чуть ангела посмотрим ну в общем эта неделя у меня посвящается этому ангелу и как пойдет такие вот у меня рукодельные новости еще из новостей у нас сейчас аномальная погода у нас холодно у нас как таковы вообще-то зимы не бывает в марте холодная зима так это вообще для нас что-то невероятно и у нас на этой неделе резкое похолодание вот вчера и сегодня днем 0 градусов ночью минус 2 минус 3 у нас и зимой таких температур не бывает а это в марте минус 3 ночью вот за 12 лет ни разу у нас такого еще не было я не помню там люди которые в возрасте они помнят что да когда такие были аномальные перепады но вот я за 12 лет такого не помню и конечно для нас непривычно нам холодно мы не приспособлены к таким температурам у нас нет центрального отопления вот поэтому нам сложно но мы хоть успели поменяли кондиционер у нас был старый который в плюс 5 он уже выключался и когда температура плюс к плюс 40 приближалась 30 35 36 он тоже выключался сильных перепадах температур когда сильно жарко и холодно он выключался но это старая технология сейчас купили новый кондиционер поставили он выдерживает и до минус 15 и до плюс 50 и поэтому по крайней мере нам с кондиционерчиком уже более-менее комфортно вот и нам нужно было вчера поехать навестите одного знакомого кости по делам нужно было съездить отвезти товар вот мы выехали за черту афин и там мы увидели настоящую зиму дело в том что в афинах очень редко доходит снег и зима потому что афины находятся как бы в такой чаши вокруг нас три горных массива больших и они на себя принимают все циклоны ну плюс еще там другие районы горные которые берут на себя циклоны но главное что у нас афинах вот эти горы наши гасят все циклоны дожди снег все берут на себя вот ну а как только мы выехали за черту афин мы увидели настоящую зиму в каких-то местах снега было уже по колено где-то его не было у нас вообще очень нет как бы общего общей погоды у нас микроклиматы все зависит от района везде горы и от расположения гор откуда дует ветер таким образом создается какой-то климат но вот у нас микроклиматы и сколько мы ехали по дороге столько вот мы замечали что здесь есть снег там нет снега там дождь идет там еще что-то в общем приключения проезжая горы мы зашли в плотный туман дождь снег сильный ветер и ну по было такое приключение у нас поездка приключения для нас это все очень необычно для вас все это ежедневная в общем-то картинка снег и холод но для нас это что-то что-то экстренное вот через неделю будет у нас потепление буду будем уже выезжайте к морю наверное буду показывать тем море солнце передавать вам наше наше тепло вот такие новости на этом у меня все берегите себя также хочу сказать вам по поводу ютюба говорят сейчас будут россии отключать youtube я вот смотрю разные ролики и показывают блогеры что есть возможность обойти эти ограничениям нужно просто установить браузер опера и там через через сервер vpn как-то так можно смотреть youtube смотрится он нормально либо можно поставить убрать геолокацию и поставить в настройках страна не россия ну какую-то другую страну поставьте казахстан вот и тоже можно смотреть youtube поэтому не паникуйте и пробуйте настройки наши люди всегда находят решение смотрите еще разные ролики в ютюбе я думаю что обязательно что-то найдется и наше сообщество нужно сохранять как бы сложно сейчас не было потому что ну хоть какой-то островок позитива нужно иметь иначе ну как нам дальше жить такие в общем новости такая информация на этом у меня все увидимся с вами в новой рукодельной неделе до новых встреч пока сегодня двенадцатая марта такая у нас погода не в афинах за чертой города конечно горный район мы едем знакомым по делам в деревню и вот такая вот погода нас здесь встретила плюс один градус показывает нам в машине ну как вы видите снега здесь хорошо высыпало холодно ветер ну конечно мы высоко это вот горный район сейчас из-за снега метели не видно гор вокруг ну точно горный вот мы уже поднялись на хорошую высоту и здесь достаточно много снега для нас и зимой это редкая погода а тем более что в марте месяце вообще никто не ожидал такой зимней холодной погоды в афинах кстати тоже вчера немножко подсыпала снега сегодня с утра достаточно холодно тоже плюс один плюс три в общем для нас в этом году очень неожиданные погодные условия покажу немножко с бокового вот это вот сосны и елки сложно держать равновесие потому что дорога как видите серпантинная красивая красивая конечно вот такая у нас зима в этом году а я в такой янку пазре були мы сейчас находимся высоко достаточно уже в горном районе и вот такой здесь очень плотный туман здесь еще светит снег минус один для нас это очень непривычная погода небо здесь не видно вообще поднимаю камеру небо не видно приключения у нас джип мы доедем мы доедем у нас джип мы доедем красиво вот уже на спуск идем минус 2 градуса нам показывает уже машина но все равно уже идем на спуск сейчас будет уже улучшаться видимость туман рассасывается потихоньку так всегда как деревья-то склонились под тяжестью снега красиво прикольно смотрите какие первый раз наблюдаю вот такую картину потому что в такой снег обычно никто не ездит по горам вот 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 смотрите какие красивые сосны какие они высокие обалденная конечно картинка сейчас ах вот такое у нас сегодня путешествие впереди нас идет еще очень долгий путь но мы на спуск уже идем поэтому будет легче и эти должны это